Мошенники в этом году продолжают обманывать население. Они играют в друзей, мужей и жен. На этом они зарабатывают. Они уже не просят помощи по телефону. Они перебрались с вымышленными трагедиями в социальные сети. Как разводят на деньги в интернете история сотрудницы компании РТА Телеком. У меня в социальной сети есть страница мужа. Его страницу взломали мошенники и начали требовать деньги от всех друзей и знакомых, в том числе от меня. Первое, что сделала я, как намного уверенный пользователь в интернете, я поговорила с мошенниками, попросила у них номер карты, на какую карту они хотят, чтобы я перекинула им деньги. После этого я номер карты вбила в определенные сайты. По этим сайтам можно определить, к какому банку относится эта карта. Нашла сайт того банка, написала им через сайт, что их карты орудуют мошенники и попросила заморозить их карту. Мне очень не хочется, чтобы многие люди попадались на это. Кто-то из ваших знакомых попался на удочку мошенников? Сегодня мы узнали, что один из друзей все-таки перевел ему деньги. Вероятно, они изучили личную переписку, да? Мошенники выдавали себя за моего мужа. Друг не с первого раза просто перечислил ему деньги, а выяснял наводящими вопросами. И они отвечали ему правильно. Соответственно, он подумал, что это мой муж и перевел ему деньги. Будьте бдительнее и проверяйте номера карты, узнавайте, звоните людям, когда вас просят перевезти деньги. Убедитесь обязательно, на самом деле ли это человек нуждается в деньгах, либо это мошенники. Субтитры делал DimaTorzok